Вместе с традиционным Новым Годом, отмечаемым в ночь с 31 декабря на 1 января, многие исправляют и Старый Новый Год. Этот праздник обязан своим происхождением разницы между юлианским и григорианским календарями. Он наступает спустя 13 дней после обычного Нового Года в ночь с 13 на 14 января. Дата Старого Нового Года фиксированная, в отличие от китайского, который каждый год отмечается в разные дни. К 13 января обычно советуют накрыть праздничный стол и вспомнить те желания, которые вы могли забыть загадать в суматохе праздника вечером 31 декабря. Особенно любят этот день те, кому по какой-то причине не удалось встретить Новый Год вовремя, например, из-за дежурства или пребывания в дороге. С точки зрения астрологии, 2017 год красного или огненного петуха. Астрологи советуют уделить внимание теплым и ярким краскам, как на праздничной елке, так и за столом. Хорошим знаком будет скатерть в желтых, красных или оранжевых тонах. То же самое относится и к гардеробу. Петух любит все яркое и необычное, так что экстравагантные принты, хендмейт-украшения, яркие галстуки – все это придется кстати. Если в вашем доме есть пернатые любимцы, например, попугайчик или канарейки, обязательно угостите их каким-то лакомством. А если вы давно задумывались о приобретении птицы, в этом году можете всерьез заняться этим, так как она станет вашим счастливым талисманом. В Старый Новый Год можно смело проводить все те обряды и практики, которые вы не могли успеть 31-го. Новогодние гадания также будут правдивыми. Самый известный новогодний ритуал на исполнение желания – это, конечно же, шампанское с пеплом. Чтобы привлечь в дом благополучие и процветание, поставьте на праздничный стол мисочку с зернами, семечками, крупой или другими угощениями для покровителя года. Огненный петух ценит щедрость и ответит вам тем же. На столе также лучше держать свечи. Идеально, если они тоже будут красного, оранжевого, желтого или золотистого цветов. Символика огня в этом году весьма кстати, но непременно следите за техникой безопасности. Не оставляйте свечи горящими без присмотра. Еще одна хорошая новогодняя традиция – писать желание иголочкой на свече, а затем давать ей прогореть в течение ночи. Учитывая, что 2017-й пройдет под знаком стихии огня, такой ритуал, безусловно, принесет удачу и счастье. Кроме того, огонь очищает энергетику и прогоняет прочь беды. Так что немного осторожности, чуточку новогоднего волшебства, и впереди вас будет ждать чудесный, полный свершений, открытий и впечатлений год. Субтитры создавал DimaTorzok